Волонтеры и специалисты территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста собрались вместе, чтобы поговорить о важном. Во главу угла поставили вопрос общения и взаимодействия добровольцев с людьми-инвалидами по слуху. У нас будет семь встреч всего, и каждая тема будет посвящена определенным людям с нарушениями возможностей. Да, сегодня совершенно случайно мы выбрали, что это будут люди по слуху, и мы выбрали место не случайно, потому что здесь очень много звуков, очень много раздражающих факторов для уха, и ребята сегодня попробуют ощутить хотя бы на несколько минут, насколько тяжело людям с нарушениями слуха только созерцать то, что происходит вокруг. Ну и главной нашей задачей показать, что это такие же люди, как и мы, и разделять по каким-то критериям здесь абсолютно неуместно. Живое общение и небольшая физическая разминка позволили установить эмоциональную связь между преподавателями и волонтерами. Никто не стеснялся говорить и задавать интересующие вопросы. Разговор шел о многом – о восприятии мира людьми с ограниченными возможностями, об особенностях инвалидности и, конечно, языке жестов. Руслана Гринч в рядах БРСМ состоит давно, но такое обучение для него впервые. Язык жестов начинал учить самостоятельно, но овладеть им в полной мере пока не удалось. На вопрос, существует ли барьер между ним и людьми с инвалидностью по слуху, молодой человек отвечает – это дело временем. Пока что да, потому что, опять же, не зная особо жестов этого всего, просто сложно будет в общении. Но так, мне кажется, что это не должно быть препятствием для людей, потому что это, как ни крути, это люди, причем они от нас не сильно отличаются. Да, есть какие-то дефекты, но, опять же, это все, мы все люди. На таких мероприятиях я не бывал никогда, но очень интересно, как минимум с жестами. Я раньше сам этим пытался, изучал это все, но было сложно, вот узнал, что можно прийти сразу с трепетом, так интересно это все. Люди с инвалидностью по слуху общаются несколькими способами – читают по губам, пишут или используют язык жестов. Правда, жестов не так много, в русском языке всего 10 тысяч, но это не мешает им вести общение емко и понятно. Специалисты уверены, что такие занятия помогут волонтерам научиться взаимодействовать с людьми и лучше понимать их.